Итак, у всех там на Альбе? Девушки отдыхают! Ура! Хороший режиссер не может быть хорошим человеком. Это давление, это гнет, это абьюз. Чем больше ответственности, тем меньше творчества, искусства. Я очень хотела снять фильм про патриарха, открыть его как человека для людей. Лера, она, видимо, такая отважная, наперекор всему. Мне Нагиев сказал, что ты делаешь, никому не надо. Прикольно. Ничего себе! И не в коня корм! Нет, ты хотела сказать. У него зональность, он не весь окрашен и очень забит, он недорогой. Потому что когда я беру в руки камеру, я другой человек. Я преображаюсь с этой хулиганкой-провокаторшей. Ты дальше окажешься в тупике, и надо становиться другой. Да, точно, абсолютно. Ты очень люблю. Алло, мой муж, у него кровь. Я не знаю, что делать. Вы приехали домой вместе и шли к подъезду порознь. Почему? Я его не уливаю. У вас были основания бояться мужа? Я скажу правду, они меня закопают. Я на вашей стороне. Я хочу понять, что произошло. Ты что, повериваешь? Ты очень люблю. Ты так же будешь целый день с таким тупой рожей вот этой? Я тебе, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня последний день, когда мне 39 лет. Мне показалось, что нам надо встретиться именно в него. То есть ты еще вот на этом переходе 39-40. А что, расскажи мне про этот переход, какой он? Ну, честно говоря, так себе. Не хочу тебя пугать, но после 40, жизнь, конечно, есть, но уровни энергии начинают немножко подтаивать. Ну, не у всех. Ну, не у всех, да. Вот расскажи, как у тебя происходит переход, что ты ощущаешь? Во-первых, я бы не называла это переходом, потому что переход для меня, как для православного человека, немножко другое означает. Сама понимаешь, что... Нет, это не про этот переход. Это интересный вопрос. Знаешь, я сейчас изучала главные сакральные места египтян, ездила. И у египтян самый страшный враг – это время. И мне сказали такую фразу, что у меня сегодня лады, конечно, со временем были. Это можно по моей карьере даже отследить. Что, очевидно, я в какой-то момент немножко не поняла, где я нахожусь. Ну, и мне еще снится, что мне 23. То есть ты понимаешь, что это очень важно. То, что во сне мне снится, что вот мне 23. То есть это тоже какой-то анахронизм. Вот за 39 лет, что тебе ярче всего вспоминается? Семья, творческие победы. Вот какие моменты условно у тебя... Это, мне кажется, у меня ретроспективы, что мы в доме кино, и сейчас пойдет черно-белая хроника. Задай мне вопрос поконкретнее. Помоги мне раскрыться. Хорошо. Мне кажется, ты такой человек, у которого самовыражение стоит выше всего остального. Это так? Я думаю, творчество. Это не самовыражение. Это если бы самовыразилась, немножко эгоистично. Но превыше всего, я думаю, что во мне побеждает режиссер. Это 100%. И мне жизненно необходимо создавать. Просто это, знаешь, естественная человеческая потребность. Это как Адам в раю. Вот что первый сделал человек? Ну, по легенде, да? Он дал имена животным. Понимаешь, это же все вот про творчество. Это для меня необходимо. Вот в этом смысле я вспоминаю твой документальный фильм «Папа». Я наконец-таки посмотрела перед нашей встречей. Такая очень искренняя, пронзительная работа. Спасибо тебе за нее. И, ну, не знаю, я смотрела и все время думала, насколько тебе должно быть тяжело вот настолько себя вывернуть вообще наизнанку. Там есть момент в этом фильме, где папе становится плохо. Прилетает вертолет со скорой помощью. И ты в это время снимаешь. Дикая боль. Душат слезы. Я рядом, я рядом. Спокойно, 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 спокойно. Это же тоже такая немножко всегда победа режиссера над дочерью, да? Или нет? Это снимала не я. Это снимал мой муж. В это время я просто вот так вот сползла просто по стене. Честно, я просто побежала в туалет, потому что мне стало настолько страшно, что у меня вот ну все, я там... Тошнота – это минимальное, что просто со мной произошло. Это действительно снимал Денис. Я ему очень благодарна за это, потому что я просто не понимаю, каким у него образом включилась эта штука. У меня была камера, она рядом со мной стояла. И я хотела пойти снимать, но у меня настолько руки ослабли и ноги, и я не смогла этого сделать. Ну а вот Денис стал снимать. Мне очень интересно, а как он себя внутри этого чувствовал? Очевидно, что человеку 90 лет. Это большой страх того, что это все не кончится так, как, слава богу, закончилось, да, что он просто может сейчас уйти. Это был первый день. Мы приехали в Позитано, вот в это вот суперместо. И в первый день вот прям вот мы только прилетели, выпили бокал вина на Вилле, и спустились к морю. Вот происходит такая вещь. Но там же очень много людей было вокруг него, и Денис к нему побежал, и папу… Его откачали, там вот эта вся вода, видимо, вышла, и он ему вот так вот сделал, вот так показал, типа жив. И он начал снимать его. Вот. Он понял, что мне это надо для фильма, что это экшен, и оттуда никак нельзя было выбраться, кроме как вертолетом. Я не взглянула на Неву, на озаренные граниты, и мне казалось, наяву тебя увижу, незабытый. Но неожиданная ночь покрыла город предосенний, чтоб бегству моему помочь, расплылись пепельные тени. Белой ночью месяц красный Выплывает в синеве, Бродит, призрачно прекрасно Отражается в Неве, Мне провидится и снится Исполнение тайных дум. Вас ли добрая таится Красный месяц Тихий шум. Вот я вновь посетил эту местность любви Полуостров, заводов, парадисмастерских И Аркадию фабрик, рай речных пароходов. Я опять прошептал, вот я снова в младенческих ларах, вот я вновь пробежал малой охтой сквозь тысячу арок. Слушайте, не могу выбрать, мне все сумки нравятся, так что оставлю все. Буду выглядеть странно, но верфь сама во всем виновата. Заговорила стихами, но сумки беру все. Я говорила с одним актером, очень большим в России, не знаю, стоит ли называть его имя, потому что это в личной беседе он мне рассказывал. Понимаешь, вот эта актерская профессия, я ее внутренне иногда ненавижу, потому что там условно, вот мама у меня умерла, я на кладбище, я в ужасе, у меня близкие отношения с мамой, но при этом какая-то часть во мне говорит, запоминай, запоминай, как ты реагируешь, что потом это сыграть. Таких единиц в России. Да, и он говорит, я в ужасе от того, что мне эта мысль в голову приходит, но она же ко мне приходит. Вот скажи честно, у тебя, как у режиссера, была все равно в этот момент какая-то мысль о том, что история со здоровьем папы это драматургический поворот. У меня есть это, как о том, что ты говоришь, обязательно есть. Это то, чем я живу, как я мыслю. Тогда я не думаю, что так было. Я знаю, что документалисты старой школы, которые меня учили, на фильмах, в которых я училась, Косаковский снимал «Свою мертвую мать» и все такое. Знаешь, вопрос ближнего круга. То есть режиссер-документалист страшный человек на самом деле. Он внедряет и втягивает как воронка всех близких в эту историю. То есть я всегда снимала про свою семью и думаю, что я буду это делать, потому что это потребность, это мой образ жизни, и я так вижу мир. Это вообще мое общение с миром. Мне проще понять. Когда умер папа, мне было так плохо, что я начала снимать фильм про себя. Я включала камеру и садилась, исповедовалась. Есть тема творчества у режиссеров проповедь, а есть исповедь. Моя тема и исповедь, естественно. Потому что, чтобы обнажать других в документальном кино, тебе надо самой обнажиться, чтобы это было и по-настоящему, и вызвать доверие героев, что я их не обманываю. Это действительно фильм про то, как я залезаю к вам под шкуру. Ты уйдешь, а у меня боль останет. Какая боль? Пап, какая боль? Ну скажи сейчас, какая боль? Ну, то, что ты сказала, что ты никакой ласки не помнишь. Ты не помнишь, когда ты кинулась? Ты помнишь, у тебя били? Может быть, как говорила Марина Разбежкина, которая меня учила, что хороший режиссер не может быть хорошим человеком. Я не переходила ту грань, которую я видела, что переходил там в манский фильме про Северную Корею. Понимаешь, для меня это было бы я бы не смогла. И многие вещи я не смогла сделать. Сейчас у меня еще один готов фильм, новый я сняла. И там тоже некоторые вещи. Я переступала, потому что это фильм про мою самую подругу близкую. Я переступала и склоняла ее переступать эти вещи. И она со мной переступала. По-моему, Манский сказал тоже, тот же, который мы упоминаем. Я не доктор, я режиссер. Люди берут на себя ответственность, когда впускают меня в свою жизнь. И то, что кому-то берет ответственность, что-то чувствует, я думаю, что это 100% пафос. Я эту профессию документалист знаю вообще вдоль и поперек. И думаю, что это вообще вранье полное. Когда вот это ответственность. Слушайте, ну если ты чувствуешь ответственности, и ты, значит, точно, твоя совесть говорит, ты накосячил, ты наследил, ты что-то сделал не так. У меня нет угрызений совести и ответственности. Слушай, ответственность для художника, вообще забудьте про это. Это давление, это гнет, это абьюз. Чем больше ответственности, тем меньше творчества, искусства. Ты упомянула Манского, его фильм про Северную Корею. Я его, конечно, уже тоже смотрела. И более того, я сама была в Северной Корее. В фильме мы проведем один год с девочкой, ее одноклассниками, ее родителями и сослуживцами. С девочкой, которая на наших глазах становится частью системы. А система становится соавтором нашего реального фильма. Я помню, сколько раз там давали нам инструкции, что вообще нельзя ни с кем подходить и разговаривать, потому что потом у этих людей будут проблемы. Потому что потом у этих людей будут проблемы. Это такая известная вещь, когда ты туда приезжаешь. У него же точно была эта дискуссия с собой, что с одной стороны, да, я делаю большое произведение, миллионы людей узнают про какую-то несправедливость и про эту жизнь, но я потом уеду, они останутся. А тебе само не кажется, что это называется паразитизм, а не что-то иное? Весь мир и так знает, что там творится. Фильм очень круто сделан, на самом деле, да, если вот не говорить о моральной стране, он цепляет, он эмоциональный, и как в маске, он супермастер, вообще такой ремесленник, что может прям разыграть нотки так, что и слезу выжмет, и посмеешься, и все остальное. Но если ты с чем-то не можешь ничего поделать, надо это, я считаю, отложить в сторону, а вот, понимаешь, это вопрос как раз со слезинкой ребенка, то есть он весь мир этим не спас, но погубил одну семью. В Северную Корею классная идея очень. Ну, я бы не поехал, потому что ты, не спасая мир, губишь семью, но получаешь дивиденды на международных фестивалях. Что тут перевешивает? Я не знаю, вообще простите, Виталий, что я тут вас обсуждаю, но для вас, я думаю, что не важно, что о вас говорят, главное, сколько. Ты снимаешь фильм про папу, и понятно, что папа не всегда идеально выглядит в кадре, назовем это так. ты снимаешь про свою дочь, Октавию. Куда бы я не пошла. Мама, отстань! Вот скажи мне, где та граница, где проходят вот мать и дочь и режиссер? Это же очень сложно. Да, Октавия до сих пор, она говорит, что ей неловко, и она на премьере плакала. И для нее это вообще такое, знаешь, насилие, что я все время ее вовлекаю в кино, она не очень понимает. Я пытаюсь ей объяснить, что я делаю. Я понимаю, что для многих это, знаешь, самодурство или абьюзивная какая-то баба, я сумасшедшая. Но, в общем, это моя жизнь, и я не могу структурироваться. Меня когда-то Марина Разбешкина научила понимать этот мир, с ним взаимодействовать через объектив, через камеру. И это для меня самый лучший вариант. Потому что, когда я беру в руки камеру, я другой человек, я преображаюсь. И люди почему-то мне открываются, и я им очень нравлюсь, и где надо меня не замечают с камерой, я могу пройти куда угодно. И это вот тот талант, который мне дал Бог. Я его не хочу зарыть, я его хочу преумножить. И, значит, это для кого-то надо. Тем более, я считаю, что искусство, оно должно удивлять, потрясать. И в кино мы должны показывать то, что мы не увидим в обычной жизни или где-то еще в другом месте. Вот. У меня грань, я думаю, есть, она есть. Я где-то останавливаюсь и все, и не снимаю. Но это такой внутренний вот голос Бога, совесть, совесть, да, называется, когда говорит «Остановись». А тут я вот много раз чувствую, что нет, я иду дальше, я иду дальше, я могу с героем сидеть и ждать. Ну, понимаешь, как вот вот час ночи, два ночи, мне говорят «Пойдем». Я говорю «Нет, я знаю, сейчас будет, мне нужен катарсис, я знаю, сейчас будет». И раз в 4 утра, понимаешь, это случается, в случае с Емельяненко, то есть я этот катарсис всю ночь высиживала, люди вызывали, там хотели, они не вызывали ментов, понимаешь, «Простите, они не вызывали полицию, в раж вошла». Они не вызывали полицию, они вот так стояли и смотрели на меня, администрация, где мы были. Я говорила «Нет». И они, понимаешь, настолько заразились этим, что ситуация была, что надо было уже вызывать, и они не вызывали. То есть это люди вовлекаются, они этим загораются, они понимают, что происходит, какая-то мистерия, понимаешь, магия кино. Ты не можешь это разрушить. Да. А эта свобода не дает тебе власть? Нет. Я не использую это как инструмент власти, у меня таких вообще нет амбиций, я не садист, если что. Если ты про это. А тебе дает, что тебе дает? Ащель власти. Ну, я вообще, послушаю, я же в другом жанре работаю, мне в этом смысле... Не, ну ты берешь там какого-нибудь героя, который ментально тебе слабее, и начинаешь его кружить, так что он там уже просто... Нет, я как раз слабее героя, когда я никогда их не... В этом смысле... Я, наоборот, не люблю кружить. Вот это, знаешь, пишут в телеграм-каналах пропагандистских. Такое про меня пишут. Мне интересно понять и открыть то, что человек не любит говорить, то, что любит скрывать. У меня вот этот мотор. А что я люблю скрывать? Как ты думаешь? Ну, я попытаюсь в конце интервью... Давай так, в конце интервью я тебе отвечу. Давай про тему любви. Вот мне она кажется очень интересной, про тему любви к героям. Скажи, могла бы ты что-нибудь сделать на тему Христа? Ну, могла бы я просто... В каком смысле? Я думаю, что я вообще все на тему делаю. И все мы делаем все на эту тему. Я просто помню, в 2018 году ты дала интервью. Тебя спросили на тему фильмов о Боге. И ты тогда сказала, что эту тему лучше не трогать, потому что люди не готовы воспринимать правильно Бога. Ты когда-нибудь снимешь на эту тему фильм? На тему, вот, там, не знаю, священников? Я думаю, что в России пока это невозможно. Почему? Фильм «Остров» существует, Лунгин же снял. Ну, Лунгин-то, Лунгин. Ну, что он там снял? Своё снял. Вообще невозможно. Ну, тема тут пока закрытая такая. Не готов люд и православный, и неправославный к раскрытию, как бы, этой темы. После сериала «Школа» в нашем приходе, в который я тогда ходила, долго шутили, что надо снять сериал «Приход». Я с удовольствием такое сняла, но у нас это действительно невозможно. То есть так, как я хочу снять, и так мои методы, ну, представляешься, что я снимаю вообще? Я же всегда стараюсь максимально объективно смотреть. Я не занимаю позицию. Это не проповедь, да? Это исповедь. Это всегда про меня. Мой метод – метод изучения, мне интересно исследовать. Поэтому полярности, которые я могу показать в этой теме, они будут пугать и институт РПЦ, и идеологию, вот как она сейчас существует, и всё остальное. Это невозможно поэтому. А снимать для канала «Спас» я не буду. Это то, что вне кружка. Вот есть православный кружок, вот они смотрят телеканал «Спас». Я бы хотела показать всё это со своей красотой, со своим уродством. Тебе нравится сериал с Джудом Лоу? Папа. Я посмотрела весь первый сезон, и ты знаешь, я плакала, потому что для меня… И это очень было круто. Для меня это… Да, живой разговор с Богом. Это вот живой. Там человек разговаривает с Богом. Там есть и про какие-то темы, такие неприятные для церкви. И он пьёт вишнёвую пепси. И к ЛГБТ он относится не так, как официальная католическая церковь. И какие-то вещи он себе позволяет. При этом он верит. Это очень важно. Да, верит. Для меня это хороший фильм. И при этом он принципиальный, в этом смысле чистый человек. Да, это круто. Классное кино. Теперь подумай. У тебя есть ответ? То есть ты считаешь, что здесь условно не одобрили бы даже вот такого положительного, явно правильного героя, но с человеческими? Он же там показан именно вот с какими-то человеческими пороками. Я очень хотела снять фильм про патриарха и показать его, открыть его как человека для людей. Это была прям моя суперидея. Я хотела с ним прям вот в своей манере провести день или несколько. сделать из этого кино. Но это оказалось нереальным. Вот, несмотря на то, что в какой-то момент мы даже с ним об этом договорились. Лично даже не с Легой. Ну, мы с ним, когда говорили, он мне сказал, что это хорошая идея, только вы можете действительно вот показать это. Потому что на тот момент у меня уже были тогда еще давно для Спаса, когда я делала эти программы, и я говорила с людьми о православии не на вот этом языке, таким, знаешь, чиновничьим, вот, а нормальным. Привет! Я Иннокентина Евгения, я интернет-зависимая. Либо я, либо эти обои в цветочке. Я сейчас эту стерву убью. Да просто неохота, и все мне. Ну, неохота. Я хочу на пляж. Вы не ходите на пляж? Вам же нельзя купальник, да? Во-первых, мне не надо больше думать о стиле. Люди писали и хотели прийти в церковь, потому что я им рассказывала о живом православии, о живом Христе. Я на себя не беру, конечно, я великий миссионер, нет, так не надо. Но действительно, это было так. И он видел это. Он смотрел программу, потому что вот, и сказал, что да. А потом уже, когда мы разошлись, все как-то начали строить заборы между нами. И все кончилось. Мне очень интересно исследовать людей, и я всегда готова. И я делаю это, правда, с любовью. У меня нету задачи. Сейчас я покажу, как тут у вас... Как он бригет прячет. Мне это не интересно, но когда я снимаю, большая вероятность обнажиться тем вещам, которые человек прячет. Но человек, который прячет что-то очень глубоко, вряд ли он согласится на такие фильмы. Вот я хотела бы это снять, отвечая на твой вопрос. Это невозможно, как я сказала, а теперь это еще невозможнее. Ну вот, потому что православие, оно как-то у нас... закрывается, как-то его закрывают, людей почему-то... куда-то прячут его, как-то его... Но оно все равно прорастет. Оно прорастает. А что ты думаешь об истории Алексея Уминского? Ты знаешь эту историю? Ну, я знаю эту историю, но я ничего о ней не думаю. Я не буду эту лодку качать, это вообще не ко мне. Но у тебя есть с ним какие-то личные отношения? У меня с ним нет. И ты не виделась никогда? Или тогда, когда... Я с ним виделась и общалась. Может быть, даже исповедовалась у него. Но я... Я не помню этого. Ну, то есть ты не хочешь говорить ничего, что могло бы... Я не хочу вообще качать... Раскол какой-то. Да, потому что это как раз не по-христиански будет, если я что-то... Говорить вообще зачем? Это и церковь наш дом, и священники друзья нам. Церковь и Бог. Это тождественное для тебя понятие? Нет, в смысле, как это тождественное. Это странновато было бы, если бы они были тождественные. Я различаю церковь и церковь. Церковь – это собрание. Тот, кто соберется во имя мое втроем и помолится, это будет уже церковь. Есть люди, как я понимаю, которые это соединяют, ну, вот, условно, находятся в лоне православной церкви, и им может что-то нравится. Ты говоришь, как на канале Спас, говорят, в лоне. Ты не знаешь, как правильно я пытаюсь. Походу, хорошо, ты смотришь его. Кстати, давно не смотрела, но у меня там есть любимый священник. Мой Краш, но об этом чуть позже. Ткачев, что ли? Да. Я хотела у него интервью взять, он отказался. Он мне тоже отказал. Я мечтаю с ним сделать интервью. Ну, конечно, это вообще алмаз. Да, он прямо, ты знаешь, my guilty pleasure. Но сейчас не об этом. То есть есть люди, которые говорят, неважно, Ткачев, не Ткачев, у Минска. Вот есть церковь, Ткачевы поставили вместо Уминского. Это все от Бога, и значит, это зачем-то нужно. А я человек православный, и я поэтому вот как бы в этом институте все равно буду все делать, верить и находиться в нем. Для чего-то это все нужно. А есть люди, которые отделяют и говорят, нет, я верующий, и Бог для меня очень важен. Но вот люди, собрание, любое людей, там, католическое, православное, буддистское, это немножко другое. Я это разделяю. и я понимаю, что это уже люди и их интерпретации связанные с Богом. Мне, конечно, интерпретация ближе. Понимаешь, есть таинство Евхаристии, и мы, христиане, не можем жить без него. Мы должны сочетаться, да, с Христом в этом таинстве, и поэтому мы находимся в церкви. Нам нужна соборная молитва, нам нужны единомышленники, чтобы славить Бога вместе, да. Вообще, я хотела тебя спросить, кстати, а почему, когда какие-то вот эти в ваших и во всех кругах начинают говорить про веру или про Бога, все время так, как коринжово слушается и смотрится. Почему так не модно говорить, что ты верующий? Не модно. Тебе сразу считают каким-то, да, как ударилось пишут в православии. Почему так? Ну, не знаю. Я тоже человек верующий, и когда это в моей жизни произошло, я тоже с этим столкнулась, что это вызывает огромный скепсис и как бы такое ощущение, что ты немножко... Вот я думаю, что часть людей просто считают, что сам институт православия именно сейчас в современной России каким-то образом дискредитирован и, скажем так, им кажется неправильным этим людям. А вторая группа людей просто атеисты и считают, что это как сказать, что там... я верю, что телец должен дружить с Козерогом. Это мое мнение, может, я не права. Но есть институт РПЦ с чиновниками административной функции, которую они несут. Это одно. А Христос живой, который всегда все тот же. Это другое совершенно. Эти вещи можно отделять. Но при этом я не тот человек, который говорит, вот, Бог внутри меня, и я буду верить сама. Нет, мне обязательно нужен храм, причастие, там, таинство и исповеди. в этом тоже есть часть, огромная часть вот этого общения человека и Бога. Почти полгода назад на твоем ютуб-канале вышло, вот, на канале Лера в Большом Городе вышло интервью с Ахлобыстем. Да. Я голосовал за Путина. Я делал искренне. Свежие, свежие комментарии, что это все. Это точно вообще Ахлобыстин и разные-разные мнения. Слепаков подлец. И вполне логично, что он сейчас среди вот этого всего обосравшегося стада либерального. Почему вы себя не сложите сами? Давайте, Гойда, пулеметы навскидку. Мне показалось, что ты во многом с ним не согласна. Да, он понял тоже, что он понял, что-то такое, потому что я не... Он сказал, я понял. Вот. Мне интересно были исследовать их вот эту вот евразийскую диалогию, и мы с ним поговорили про катехона. Я не то чтобы не согласна, о чем мы с ней согласны быть. Я, понимаешь, если мы говорим глобально, то христианин, он всегда на стороне Христа. Знаешь, это как каббала, мистическое ответвление от удаизма, да, а что есть мистическое уже или философское ответвление от христианства, это уже секта называется, по большому счету. там есть как шииты, сунниты в исламе, это в любой религии есть. Ну вот, и это тоже немного похоже на вот это вот мистическое ответвление, хотя Иван, он, наверное, был бы против этого слова, мистическое, вот, а так мне просто было интересно тезис, вот этот, когда я еду мимо Манежа, там была такая выставка, мы русские знаем Бог, и нас в некоторых православных чатах такие сходить на эту выставку, я просто начала, людям хочу так сразу в чате написать там в православном, а что это Бог только с русскими, а как это так, а что вот он объект, а не субъект, это значит не мы для него, а он для нас, и в этой истории мне хотелось покопаться, вот. А вот скажи, катехон, вот Россия это катехон, вот ты веришь в эту мысль, можешь ли пояснить просто для наших зрителей, что это? Это некая система воззрений, которая, в которой Россия носит на себе такую мессианскую функцию, что Россия это последний оплот всего хорошего. А все остальное... Ну, чтобы сдержать зло. Ну, да, потому что мы, видимо, вот сдерживаем мир от апокалипсиса. Мне эта теория не нравится, потому что мы даже в молитве Отче наш ждем пришествия Христа, а он не придет без апокалипсиса, поэтому она неканоничная. То есть сдерживать не надо. Ну, как мы же говорим, да и приидет царствие твое, мы ждем всегда второго пришествия Христа, а согласно пророчеству должен наступить апокалипсис. Поэтому это немножко абсурдно, что... Вот сейчас в тебе говорят Лера режиссер, потому что, конечно, должен быть апокалипсис как часть драматургии. Как часть катарсиса. Как режиссер. Да, не может так долго идти сцена, нужен катарсис, говорит тебе режиссер. Это очищение. Апокалипсис очищение, катарсис это очищение, конечно, поэтому логику Катехона и как его встроить во все. Мне кажется, это как раз постмодернизм. Моя идея прохлобыстенно, что в фильме «Нога» как раз умер один Иван и родился другой Иван. И это началось сбываться в его жизни. И он сказал, наверное, это так. Вот такая у меня теория родилась. У меня другая теория насчет Ивана, но это мне нравится даже больше. Про семью и вверх. Вот ты сказала такую прекрасную фразу, у меня сегодня, знаешь, день 10 твоих цитат. Зрелый подход в отношениях в семье это когда ты со мной на всю жизнь. Как в Италии. И вот это развитая страна в отношениях. Как объяснить в семье мне важны витуалы, мне важна поддержка. Вот если у женщин начинается истерику эмоциональную, я считаю, что муж прям вот может ее потушить очень быстро. У него должны могут быть ключи. И он может сказать «Малышка, все хорошо». И сразу все потухает. Не все мужчины так хотят сделать. Да. Не все мужчины так хотят сделать. Я уверена в модели христианской семьи, чему нас учат святоотеческая литература и апостол Павел. То, что любовь, она рождается в многолетнем узнавании друг друга. А многолетнее узнавание друг друга у малыша, у моей десны. Подожди, говорит нам. Я быстренько просто? Давай. Потому что мы можем с тобой пофоткаться, только мы быстренько сейчас пофоткаемся и пойдем на ногу. Можно так? У тебя мушка с лосей. Можно? Можно. Вот. И брак является тем самым гнездом. Я понимаю, что это душная тема, но это мой профессион фуа. Когда люди в браке, вот это многолетнее узнавание друг друга, тогда образ, понимаешь, со временем, вот когда ты влюбляешься, для тебя любимый человек, он как икона. И ты сияешь, весь мир он сияет. И с годами этот образ начинает мутнеть, мутнеть, мутнеть. И вот когда ты любишь человека, ты можешь оттирать снова, оттирать это говно, эту грязь, эту пыль, и снова появляется этот образ, который был в период влюбленности. Ну или полюбить новый образ, уже с говном. А это тоже твое говно. Ну нет, не обещать, один полюбил образ, другой образ, это такая, знаешь, типа перескок. Перескок, это вот она порхает, как бабочка с цвета, но цветок. Первый выпуск на твоем канале был с Октавией, с твоей дочерью, и с ее подругами по школе. Мы пьем и курим только в кругу семьи. Для тех, кто не знает, Октавия моя дочь. Я считаю, что нужно жить по заповедям Бога, но это, ну как бы невозможно все это соблюдать. Верить в Бога это как-то главное, и это тебе поможет, и это тебя спасет. Вчера в монастырь вы не смотрели. Она смотрит. У многих вопрос, почему наш духовник снялся в таком. Там, извините меня, такие сцены развратные. Мне кажется, человек чувствует себя свободным, когда он грешит. Если я захочу, я могу где угодно сделать, что я захочу, если я захочу. Почему ты решила поговорить публично с Октавией о Боге? Опять же таки, из исследовательского интереса, и, наверное, из миссионерского интереса. Я вообще про YouTube-канал скажу, что у меня не было амбиции интервьюера, и это задумывалось как миссионерский проект. Просто в такой проект рекламу не вставляют. Но ты вставляешь, Лен, привет. Нет. И когда в такой проект, нет. И мы поговорили с отцом Павлом, который благословил тебя на этом. Он говорит, у тебя это так хорошо получается, говори вот с ними на этом языке. И потом, когда выяснилось, что туда не встает реклама, он сказал, так, давай, надо брать знаменитостей, чтобы на них нарастить аудиторию, а потом начать запускать струйки любви. Мне захотелось, во-первых, поговорить, это не стыдно говорить о Боге, о своей вере. И для молодежи они, нормальные девчонки, они тоже вот этот дымок там и абсцент могут выпить. Сам понимаешь, подростки, и при этом в них вот есть вера, представляешь, живая вера, которая может какие-то плоды дать в их жизнь. Но у тебя, как вот у человека, который хорошо чувствует атмосферу своих героев, вот не было ощущения немножечко такой вымученности. Да, я считаю, что сама форма, потому что я не знала, как вот снимается контент, и я еще не придумала, что, оказывается, не додумалась, что его надо снимать так, как я обычно это делаю, что моя фишка именно в этом. И поэтому, я, насмотревшись своих интервью, решила немножко училку сыграть, что вот у тебя есть такая тема, немножко... А согласись, я тебе сразу в переписке говорила, что тебе надо снимать, как ты, с документальным планом. Мне надо снимать. Конечно. Задокументированно, Ксения Анатольевна, тебе дельный совет давала. Там, и там, кстати, уже есть намек на будущее вот этого, что я начала ее снимать потом. И я согласна, что это далеко, конечно, все не идеально, но вот как есть. Я не считаю, что там я журналист или я интервьюер. Я просто спрашиваю то, что я могу спросить, когда снимаю портреты героя своего. Я когда смотрела этот выпуск, меня интересовали те вопросы, которые ты задавала Октавии. То есть интересно. Правда. Да, да. И я хочу, например, вот сейчас прочесть один из комментариев, с которым я абсолютно согласна. Он под выпуском с Октавией сейчас находится. Ты можешь зайти. Я увидела в этом интервью маму, которая очень хочет, чтобы ее ребенок думал так же, как она. Как мама, очень понимаю и сопереживаю, но со стороны ребенка непонимание, чего и зачем от него хотят. А для тебя, друзья, какое место в жизни занимают? Ну, после семьи. Не похоже. Нет, правда, просто мне не хватает общения. Тебе семья не дает общения нужного? Дает, но семья и друзья это немножко разное, кажется. Я же не могу с тобой пообщаться, как с подругой. Почему? Ну, потому что у нас разные темы для разговоров, как минимум. А чем отличается общение со мной от общения с подругой? Ну, то, что мы общаемся разным. А чем вы общаетесь с подругами тогда? Стой, ты не можешь все равно обсудить? Ну, у нас просто какие-то шутки там тупые. как бы это... Ну, какая вот тупая шутка, например, да, пошутим? Тупая шутка? Ну, так ты ее не поймешь. Ну, подожди, попробуем. Мама, это ужасно. Я бы, конечно, хотела, чтобы она думала, как я. Но она... А зачем? Она так на меня похожа. И она вот... Я себя узнаю во фразах, в поступках, в мировоззрении. Я уже это перепрыгнула. Я все время... Ну, я сейчас уже стараюсь охолонить как бы себя и смиряюсь. Но хочется всегда своему ребенку вот подстелить здесь, что-то объяснить, предостеречь. Ну, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы она больше читала духовную литературу. Но она при этом очень развитая, много читает. У нее философский абсолютно вообще взгляд вообще на жизнь. Она круто шутит. Она лучше меня в каких-то моментах. Да, зрителю, который она написала комменты, она, наверное, правильно считала. И, наверное, это тоже я проявилась в этом так. Хорошо, что это видно, что я не скрываюсь, как бы, знаешь, что все в говне, а я весь в белом. Есть такой у меня косяк. Ну, а что это? Разве косяк? Это черта какая-то, которая присуща женщине-матери. Я делаю все, что я могу, и сейчас я... стоять и себя сдерживаю. Вот можешь рассказать, что ты себя заставляешь, например. Мне тревожно, когда она встречается с мальчиком. Мне тревожно. Я ей говорю, а она начинает... Мне говоришь, я ей просто не доверяю, и что ее оскорбляет это недоверие. Я ей доверяю. Я... Я ей начинаю еще больше доверять в этот момент. Я заставляю себя доверять. Ну, то есть, много таких моментов. Вот. Иногда мне кажется, что она очень много от себя требует. Вот. Я пытаюсь ее расслабить и помочь ей. Когда у тебя мама такая, перед глазами, которые добилась, да, вот она видит, что вот режиссура, и что у меня это получается, что она добилась, а она на себя наворачивает, то, что она уже вот сейчас такая должна быть. Она должна соответствовать, она должна заниматься, например, режиссурой. А она должна. Я говорю, да нет, я в 14 лет, в 15 вообще ничего не делала и не знала, чем я буду заниматься. Это нормально абсолютно. Я пытаюсь ей тоже какие-то расслабить. Но неиспешно, в общем, это все, и не надо себя гнобить тоже. Сдерживать себя надо и иногда в чувство приводить. Видишь, благодаря тому, что я снимаю, я могу на себя со стороны посмотреть. Я прочитала много комментов, что я бьюзерша и душная баба. Но вот раз ты сама так откровенно об этом говоришь, не могу тебя не спросить. У тебя есть эпизод из фильма «Папа», когда вы обсуждаете с папой наследство. А днушку! У меня муж начал называть однушкой. Смотри, дело не в однушке. Дело в том, что вы обсуждаете это наследство при Октавии. И она, то есть вы говорите о том, что нужно записать было не на Октавию, а на тебя, потому что ты бы могла тогда продать. Я тебе сейчас говорю, бабушка сказала, напиши все на Таву. Вот что мне бабушка сказала. А мне лично, мне ничего не надо. Так вот, когда Тавя вступит в наследство, ей достанется раздолбанная, убитая, 10-метровая халупа. А если ты на меня это запишешь, ей достанется хорошая двухкомнатная квартира в центре. Понятно? Нет, в чем я вижу, здесь минусы. Вот, Тавочка. Ты что, плачешь, что ли? И я боль Октавии в этот момент прямо так хорошо поняла. Это опять возвращаясь к началу и к самой, как мне кажется, важной теме, ради которой мы собрались сегодня. То есть, как режиссер, ты сделала великолепную сцену, при этом в какой-то ситуации даже пожертвовав собой как матерью, потому что ты выглядела не очень там хорошо. Да. Ну, это жизнь. Я не идеальная мать-робот, которая вот... У всех детей, как у нас еще есть тренд на травму, уже сейчас все травмированные своим детством. Нам это все рассказали, когда, что оказывается, мы травмированные. я не видела детей, у которых нет претензий к своим родителям. Это факт и это жизнь. Вот я ее могла спрятать и не показать, но она бы осталась такой жизнью. Тебе стыдно за то, что ты так сделала? Или неловко, или тебе не стыдно? Вот какие были твои эмоции, когда ты пересматривала этот черновой материал и эту сцену? Нет, меня было стыдно. Почему? Я смотрю на себя тоже, как на героя этого кино. Я смотрю кино. Мне не стыдно. Почему? Потому что... Ну а страха? Не было порицания, что люди посмотрят, скажут, какая она вообще? Люди посмотрели и сказали так. Но многие люди, которые смотрели фильм «Папа», они плакали, подходили ко мне на премьере. Был папа, был его дочь, в общем, его внучка, я, Октавия. В общем, все мы собрались и смотрели этот фильм, и у нас были абсолютно светлые чувства, потому что это про любовь. Да, но я не знаю ни одного человека именно в России. На Западе я знаю много таких людей, но здесь я не знаю, кроме тебя, ни одного человека, который бы не вырезал, не вырезал бы такую сцену про себя любимую. Понимаешь? Давай так, Октавия же вырастет, и, возможно, два варианта, развилка. Ей либо будет очень больно на это смотреть, либо она сможет даже манипулировать этим моментом из фильма, чтобы тебя в чем-то обвинить. ты драматизируешь. Это просто жизнь, Ксюша. Это жизнь, которую мы все смотрим, которую мы проживаем. Я не знаю, как у нее будет отношение к этому. Она говорит, что не может смотреть этот фильм, потому что ей стыдно, что она там как-то снялась. То, что мы при ней выясняли вопрос моего чувства неполноценности из-за того, что в какой-то момент меня не оставили никакого наследства, это же не материального характера вопрос был, а морального для меня. Это же вопрос несовершенства семьи и любви для ребенка. Она же это видит, мне кажется, она знает, как я любила и люблю папу. И что я с ним жила всю жизнь, до самой последней его минуты. И, кстати, он мне все, что у него было, передал мне в итоге. Мы с ним потом долго говорили, и он понял, о чем это. То есть, это про любовь для меня было. А Ктаве тоже хотела, чтобы имущество было мое. Потому что я считаю, что это правильно, я жила с папой всю жизнь, я делала для него все, что могла, и для меня то, что вот они с мамой вместе нажили, я считаю, что это должно было быть моим. Для меня это вопрос принципиальный. Это вопрос родового характера. Потому что это вопрос родового характера. Поясни, что значит родового? Ну, ты знаешь, когда меня начали как бы со всех сторон у меня наступил момент один раз, что мне со стороны биологического отца он мне ничего не оставил и папу с мамой. Нет, ну, конечно, они мне изначально дали стартовый капитал в виде квартиры, а мой биологический отец какие-то картины мне оставил еще когда я родилась и после, в течение жизни. вот. А у меня было, я потом общалась с психологом, с психоаналитиком на эту тему долго, это был, знаешь, такой термин отторжение из рода. Мне было важно, что я часть моего рода, я знаю свою, не хотела говорить слово родословную, как еще, генеалогию. И это моя база, это то, что меня делает сильнее. Вот. Я не могу, я часть звена вот этой цепи. Для меня это очень важно. И вот это наследство, оно для меня имеет нематериальный характер, больше такой устойчивый. Понимаешь, ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Это важно было очень. Да. И я себя чувствовала, что говорю, что вы поступаете очень бесчеловечно, почему вы ничего, мне не оставляете. Я вас заботилась, я с вами жила, я больше всего для вас сделала. Это не то, что верните мне и заплатите, нет. То, что наше, то, что было нажито минимально, я хочу это приумножить. И для меня это важно. Это наш капитал и любви, и материального, и всего. Это родовая история. Хотела с тобой поговорить о фильме «Мысленный волк». Ты с кем сейчас живешь? Нас двое, я и мое одиночество. Если муж или любовник не могут прокормить семью, их отдают волкам. А если волк? А если бог? Ты говорила у Бондарчука на интервью, что фильм «Мысленный волк» ты сама продвигала, мол, цитата, никакого роднянского у меня не было. Ну, имея в виду, что у тебя не было какого-то крупного продюсера, который мог на запад тебя продвинуть. Вот «Мысленный волк», давай скажем для наших зрителей, это было в тот момент, когда Валерия Гай-Германика была прямо очень большим режиссером, суперзнаменитым, и нет ощущения, что тогда у тебя могла быть нехватка продюсеров. То есть ты потом немножко ушла в тень на время, но в тот-то момент неужели у тебя была нехватка людей, которые хотели тебя продюсировать? Смотри, я до сих пор все, что делаю в своей киностудии, мы продвигаем сами с моей сестрой директором со Светой, ну и все, кто причастен к этому, это действительно сложно, потому что это не от жадности происходит? А, нет, я уверена, что сейчас вот мы позвоним любому Деждищану, Толстунову, Бондарчуку, Эрнсту, ну все с радостью будут делать с тобой проекты, и делают, я знаю. Ксюша, это вообще не так, это вообще все не так, правда. В смысле? Когда ты делаешь фильм, с очень крупным продюсером, и это полный метр, который еще должен поверить в это, захотеть это с тобой именно делать, и потратить на это продвижение, ему, и обычно этот продюсер, который занимается авторским кино, у него есть очень хорошие прямые отношения с отборщиками, с директорами фестивалей, то есть крутые, маститые продюсеры авторского кино имеют эти связи, конечно, такие фильмы, которые они приносят, смотрят лично, вот, и теперь представь себе, что когда я сама регистрируюсь на общих правилах, то есть там огромное количество, миллионы этих регистраций, а чтобы иметь доступ к телу отборщика, у меня нету таких связей, это точно, потому что я вообще мало очень тусуюсь, я могла бы нажить что-то и тусоваться, и вот эти social communication мне с трудом давались за всю мою карьеру, я думаю, что все об этом знают или догадываются. Не, ну, подожди, ну что, талант не настолько важен, насколько важна коммуникация? Да, важна коммуникация, важна история, важна репутация продюсера, который тебя представляет, важно твое политическое позиционирование себя, потому что сейчас в фестивале все, да и так, да, максимально настроены на какой-то контекст, в котором живет вот там кто. Я все равно хочу понять, вот смотри, был с Эрнстом у тебя один проект, школа и краткий курс счастливой жизни. Ну, вначале один, потом второй, оба успешных. Я лично знаю, что Константин Львович очень гордился, показывал знакомым, еще это не вышло, это вот первый признак, когда Константин Львович показывает, говорит, вот посмотрите, это вообще сейчас будет бомба. Почему дальше-то не с ним? Вот один сделали, успех, второй сделали, успех. Вот считай, нашла своего продюсера, первый канал, талантливый человек. Почему? Почему дальше? Да, это было блестящее сотрудничество, и мы им очень обдовольны. Но я на тот момент, у меня была супер идея и фикс снимать авторское кино. Я очень хотел кино. А Константин Львович считал, что мне надо снимать сериалы, и что я в этом очень хороша. И он готов был, как я понимаю. Если меня не искажает память всю эту историю, то это именно по моему видению так и было. Я даже читала его интервью, что он говорил об этом. Но мне очень на тот момент нужно было вот это выражение. Мне нужно было арт-хаус. И поэтому я на какой-то момент ушла, попала. Мне повезло, что я сняла с Фёдором Бодурчуком «Дайда». Это прям крутейший фильм, я считаю, я им очень довольна. А потом я попала каким-то продюсерам уже не первой линии. Хорошо, почему с Бодурчуком не пошло? «Дайда». Замечательная работа. Федя, я знаю, тоже был доволен. Да. У них на тот момент не было опыта продвижения авторского кино и вообще создания подобного кино. Они это сделали, Фёдор сделал на «Бравольных началках». Я ему безумно благодарна. Он просто мне в тот момент супер помог. И это был последний фильм, который выходил в прокате с матом. Он шёл в прокате три дня, были полные залы, с кучей кипиша, горчили на пил мачу, из зала люди выходили. Я, конечно, сейчас опошляю чуть-чуть и упрощаю. Это сакральное действие, вот этот вот фильм. Дальше не получилось. Мною больше занимался его партнёр Рудовский на тот момент, который вообще просто не понимал, с чего я состою и с чем это едят. И поэтому мы не продолжили сотрудничество. И я думаю, что авторское направление это не конёк этой компании. Они хотели бы заниматься коммерческим кино. А с кем из продюсеров в России там, ну, давай назовём это так, прежних, можно, времён, чтобы был шире этот круг, ты бы хотела поработать. То есть вот из всех. Ну, как пример, это мог бы быть человек, с которым сейчас уже это невозможно сделать там за какой-нибудь роднянским. Роднянским, да, да, и там нет, ничего не получилось. Ну, то есть я сейчас в хорошей творческой форме, у меня расписано в ближайшие годы, и я веду переговоры со многими продюсерами, ко мне приходят продюсеры, сами предлагают, потому что они посмотрели, все очень были воодушевлены продюсеры тем, как хорошо собирал зрителей обоим согласия первой части, то, что он стал вторым популярностью сериалом «Нокеон». Знакомьтесь, Анна Николаевна Федорова работала в одном из ведущих частных лицеев Москвы. Считайте, что вам повезло, используйте этот шанс по максимуму. сегодня вся страна обсуждает изнасилование учительницы местной школы. Она сказала, что там их трое было. Там внутри? Или там вообще? Ну, это же опять вот сериал, получается, Константин Иванович был прав, прав был Константин Иванович. То есть, хорошо тебе сериал досмелал? Конечно. Так он мне говорит, смотри, какую я тебе аудиторию большую даю, все у тебя хорошо. Я встречалась с Ильяновым. Мне кажется, мы с ним могли бы поработать, но мы встречаемся, например, общаемся, и для такого сотрудничества нужна какая-то прийти, посидеть, поговорить, щупать, прощупать, тем ментальным, все понять, как надежный я человек или нет, потому что про меня ходят слухи, иногда оправданные, что со мной называют недоговорной режиссер, когда режиссер не идет на компромиссы на всякие. Я себя боюсь время потерять. Вот так вот, знаешь, прям отчаянно, как левица. То есть с тобой сложно править материал, с тобой сложно убирать что-то, сокращать. Нет, хорошему продюсеру категории А это несложно, поэтому мы с Эрнстом продолжаем сотрудничество компанией «Медиаслово», которая со мной работала на первом «Обойденном согласии», заказала мне второй сезон, то есть это, когда к тебе приходит второй раз, люди, которые умеют, управляют режиссером грамотно, это прям мы хорошие продюсеры. Ну, имеется в виду, что ты готова доверять, но сильному человеку, которого ты наделяешь внутренне этим. Да, у них есть ключи, и эти ключи, прямо, они как-то их находят, если безотказаны, и все остаются в общем довольны. Что такое контент? Контент это содержание. И это сильная сторона 20 века, блогинга. Но я вас призываю расстаться в 18 веке. Антоним на контент это формула. Когда актер или актрисы создают контент, а режиссер берет и создает формула. Режиссер это только принимает решение, и поэтому он тиран, например. Но Лера тиран, мне кажется, нет. Она такая лямкая на площадке. Все режиссеры тираны. Это женская стратегия тирании. Даже Сарик Андресян. Не знаю, я работала с Лерой на площадке, в сериале, у меня была небольшая сцена, сполнировала такая мягкая. Слушай, а мне было интересно, я где-то прочитала в твоем интервью, что ты сказала, что продюсером обязательно должен быть угодник. Да. Вот песни. А женщины-режиссеры это особенно удивительный случай, потому что я знаю много режиссеров-мужчин, которые считают, что режиссер он должен быть мужчин. когда нет у меня абсолютно мужской мозг, когда я на работе. Я очень хорош управление, я даю чуткие задачи, я знаю, чего я хочу. Самое главное, отлично, женщины продюсер от мужчины, это просто идеальная тема. Значит, смотрите, мы с Геной, Ген, 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 это очень важный спич, потому что ты хотела скидать стаканы об стол, об стену. Смотри, чем отличается мужчина-продюсер от женщина? Мы с Геннадием, мы творческий брат, значит, по разуму, мы с ним делаем все проекты. Вместе представляем проект мужчине, важному, крупному продюсеру, практически номер один в России. Мы рассказали проект, он говорит, гениально, круто, и еще фильм с ним на эту тему. Значит, мы два часа рассказываем суперидею женщине-продюсеру, описываем там технологию, как мы хотим снимать, что мы нового придумали, какие новшества ввели, как мы работаем с цветом, со звуком. Сидят эти две женщины и слушают, потом пауза, они говорят, прикольно. И тут начинается просто прикольно. С днем рождения! С днем рождения! Федор Бондарчук в том числе продюсировал не так давно пролетевший с огромным шумом сериал «Слово пацана». Мне почему-то кажется, не знаю, что это вот что-то, что ты бы тоже могла делать вот в такой тематике. Ты знаешь, я это делала уже в 2009 году с сериалом «Школа». Я не думаю, что вот я готова была обработать, вернуться назад в этой форме и во всем остальном. Бывает, знаешь, смотришь какой-то фильм и думаешь, это я что ли сняла. Нет, у меня сейчас абсолютно другой запрос. Я очень долго шла к большому кино, к историческому кино, к костюмному фильму. Я сериал посмотрела с удовольствием, дети вообще в восторге. И я подключилась прямо. Со мной редко бывает, что я к русскому сериалу подключаюсь к героям. И она такая вот, мне все понравилось. Я это уже просто, эта тема освоена мной. Я хочу чего-то другого. И мне очень важно развиваться. У меня появляется новый запрос. Я хочу освоить это, я хочу освоить это. И мне вот как-то надо стремиться. Мне нужны новые формы. Я думаю над киноязыком. Я его стараюсь развивать. Документальное кино очень помогает понять киноязык, вернуться к ощущению кино. Оно тебя калибрует, документальное кино. Вот. А что мне на этой коньке ехать? Есть люди, которые делают очень сложные вещи, например. Но если им дадут, условно, сделайте нам вот холопа или какую-нибудь еще вот такую херню. И они раз-раз слепили пельмени. И пошли дальше. Мишлен, три звезды, тебе там креветку в соусе и занчу. Я хочу сложное. Вот ты, мне кажется, не можешь делать ремесло. То есть вот если бы у тебя любые деньги, любые условия, вот ты бы холоп снять бы не смогла. У тебя бы все равно холоп был из детского бы дома, с гранитным камушком в груди, с какими-то... Нет, ну нет, из детского дома. Я уже перестроилась, как бы, подожди, русская бедная, это вот все... Институтки бы ходили там где-то вокруг городка. Я бы испортила фильм «Холоп, Ксюша», я согласна. Поэтому его заказали Климу Шипенко. Но ты этим гордишься или ты бы хотела? Я это воспринимаю как данность. Я бы очень хотела... Вообще, какая-то часть меня очень хотела бы быть чем-то похожим на Климу Шипенко, потому что он из себя вырастил хорошего ремесленника. Я как бы вот историю его по фильмографии только смотрю. И у него все... Причем фильмы разные. А нельзя сказать, что это Клим Шипенко снял. А когда мои смотришь, понятно, кто снял. Мне это нравится. И моя остальная большая часть говорит «Ставь Климу Климова». Ну ты вот так и про актеров. Ты где-то тоже чертыхалась про Нагиева и Бурунова, что они хорошие актеры, но снимаются черти где. В общем, идиотских каких-то фильмов. Они приходят, а я хочу им помочь. Но ты же понимаешь, они так деньги зарабатывают, а потом идут на какую-то одну артхаусную фигню и чувствуют себя хорошо. Но бабки в сериале, во всяких вот этих, понимаешь... Я понимаю. Мне Нагиев сказал, что то, что ты делаешь, никому не надо. Вот это все. Я это все прекрасно... Что так и сказала? Да, что... И прислала мне кадрик. Вот такая ржака была, как он в Чикателе снимался. Я просто там, конечно, ржу и говорю, что да мне и такие актеры плохие, ненужные, собственно говоря. Мы на этом поссорились. Ну, вернее, он обиделся, и мы теперь не общаемся. Но я считаю, что самая ирония – это нормальная тема. И я прекрасно понимаю, Дмитрий, что это, конечно, когда он говорит, что это никому не нужно, это никто не смотрит, что он имеет в виду, что вся страна это не смотрит. Это, кстати же, очень интересный разговор про того же Сарика Андреасяна, которому, понятно, ты, кстати, про него говорила в контексте Нагиева. Вот, типа, человек. Феномен. Он зарабатывает деньги, снимает. Да, непотопляемый Сарик. По 100 фильмов в год снимает. Реально. Графомания. Он, знаешь, контент-мейкер. Возможно, даже сейчас. Вот мы тут два часа болтаем, а он уже фильм снял. Он занял свою нишу, он контент-мейкер. И у него это чудесно получается. Он очень оказывается… Чудесно получается? Тебе нравится, правда? Мне нет, не нравится, но людям нравится. Это не значит, что у меня должен быть народный вкус. Я же артхаусник, а он как представитель другого сословия. Мы все живем в этом, значит. Да, но вот это же, почему интересно? Это же вопрос про мечты versus реальность. Вот представь, молодой Сарик Андреасян. Ну, он все-таки образованный человек, я с ним разговаривала. Он, на самом деле, много каких-то вещей знает. Он смотрел точно Триера, он знает, кто это такой. Он знает, кто такой Скорсезе. Ничего себе! Он точно смотрел эти фильмы. Даже большое кино Спилберга. Ничего себе! И не в коня корм. Я бы хотела сказать. Ну, вот он это видит. А дальше, что там происходит? Вот наверняка, я тоже так хочу. Кино, Голливуд. А потом, бах, фильм с ноги. Я посмотрела его трейлер к Онегину, например. Я вижу, что он растет. Чуть-чуть-чуть. Пиздец, Стриллер. Уже все обсудили. Я знаю. Будьте добрее. Понимаешь, мы с ноги просто. А людям нравится. Вот он нашел свою аудиторию и для них работает. Просто вот такой художник же, он не может быть в пустоте. Моя маленькая аудитория моих артхаусных фильмов меня очень радует. Ты веришь, чтобы я это делала через боль? Ты веришь, чтобы я не хотела, но делала? Ну, мне это нравится. Может быть, в этом моя фишка. И всех артхаусников русских и нерусских по всему миру. Есть куча артхаусных фильмов, которые вообще никто не смотрел. В принципе, режиссеры, многие знают свое дело хорошо, которые работают. Может быть. А у некоторых, которые стремятся вроде бы к прекрасному, вот Царик, например, он же стремится к прекрасному, к драме. Он в Колове пытался драму сделать. Я просто чувствую, что он не управляет Нагиевым, а Нагиев им управляет. Потому что Нагиев, я вижу, что он знает свою рабочую сторону. И он решил, я вот такой классный, вот именно вот такой вот сейчас. Вот в другом нет. Меня нельзя показать. Я некрасивым не хочу быть. Я не хочу быть каким-то другим. Вот такой я. И я вижу, что Царик идет на компромисс, потому что ему нужен известный актер. Это его тешит, ему это нравится. Это его... Он себя так видит мощным режиссером. Это его шильф, который он растет. Я думаю, что многие режиссеры, конечно, знают, как угодить всем. Вот большинству. Вы знаете, сейчас режиссерам многие, у кого вот есть деньги на ВКСР учиться пойти или в эти школы бесконечные, которые наоткрывали, это тоже способ повысить свою значимость от части власти и очень много дает привилегий. В принципе, работа в кино, режиссеров не хватает, контента выпускается много, и каждый вообще мечтает что-то значимое, быть режиссером. У меня пришел тоже один режиссер ко мне после школы очередной, которую он закончил, и он, конечно, не только имел представление, режиссур, что это такое, и он начал как бы не сдюживать вот это, то, что я ему начала давать. Для него это тяжелая кольчушка была. А в другом месте ему сказали в школе, что ты классно снял диплом. Я говорю, ну ты про алкоголиков же снимал? Он говорит, да, откуда ты знаешь? Я говорю, ну это же легче всего, и всем нравится, когда обычно в школе кино все снимают про алкоголиков, потому что про них легче все снимать. Они выпивают и все тебе рассказывают на камеру, и ты считаешь, что ты режиссер. Ну и Нагиев приходит, все играет, сам делает, и ты тоже считаешь, что ты режиссер. Но фильм «Холоп» очень классно сделан. Давай про то, что снимает Гай Германика сегодня. Сериал «Обоюдное согласие», второй сезон, он скоро выйдет на Кионе. Я уже, у меня был легкий Блад перед нашим интервью. Блад или Блад? Блад. У меня был легкий Блад до нашего интервью, я посмотрела уже три серии. Алло, мой муж, его кровь, я не знаю, что делать. Венишева Марина Евгеньевна, 1983 года рождения. Вы поздравляете убийство Венишева Григория Владимировича. Вы приехали домой вместе и шли к подъезду порознь. Почему? Я его не убивала. У тебя нож с печатками Венишева, это достаточное основание. Это ты сделал. Я скажу правду, они меня закопают. Маме, кстати, было бы тоже очень интересно послушать, как вы настоящего убийцу ищите. Вы бы ей лучше хорошего адвоката искали. Мне очень интересно следить за этим. Мне нравится, как это снято. У меня есть несколько любимых персонажей. Арбенина, моя прекрасная, любимая. Отличная Глафира Тарханова. Прямо супер. Почему ты выбрала на роль следователя Диану Арбенину? Постараюсь коротко ответить. Когда мы ей снимали клип, она мне заказала на песню Инстаграм. Каждый день мы встречаемся в Инстаграме. Видео круче поем без правил. Я придумала со своим коллегой, который был у меня, ну, продюсировал этот клип, что вот, давай снимем, значит, такой типа северный триллер, где будут следователи Арбенина. Вот это вот все. Мы долго эту тему солили, вообще классная тема. И когда мне предложили обойденное согласие 2, я работала на другом проекте, я честно отказывалась. В общем, когда сказали, там, будут следа, туда-сюда, в общем, так получилось, что я начала уже соглашаться, и говорю, давайте тогда женщина будет, следователь, потому что вот у меня есть персонаж, я знаю, как его сделать, они за несколько дней прям переписали. Сейчас вообще модная тема True Detective, сейчас вот только вышел сезон, там тоже женщину следовать. Джуди Фостер. Я в тренде, да. И вот так вот получилось, что пришел проект, заказ именно, и мы туда встроили вот эту мою идею, потому что я говорю, вот можно снять, в принципе, вот сейчас два проекта, я делала два проекта одновременно, то есть это было, конечно, еще наложилось на тяжелый период в моей жизни, ну вот, не приходя в сознание, я там плавно не помню, как я сняла. На тяжелый период связанности. Ну, как папа вот умер, когда у нас читки были обоюдного согласия. Но для тебя это коммерческий проект или артхаусный? Это коммерческий проект, он абсолютно артхаусный, вот, потому что как раз продюсер «Медиуслов» Данила Шарапов, который мне второй раз заказывает фильм, ему очень нравится копаться вот в этом, потому что у него же успешные проекты есть, беспринципные там, вот, и для них тоже первое бою на согласие успешно прошло. А тут я туда так влезла, начала там ковырять, мало было подготовки, у нас все в основном в интерьерах, это скромный проект, очень скромный, он больше такой актерский и детективный. И я туда внедрила психоанализ Юнга, и два персонажа, чисто я придумала всю линию, начала там дико артхаусом сучить. То есть сценарий уже был, тебе предложили уже подготовить. Да, 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 но я начала переписывать, они пошли на это. Вот скажем мне, ты уже не первый режиссер, я это очень от многих людей слышу в твоей профессии, люди дико недовольны сценариями, которые им предлагают, что это всегда переписка, всегда работа, что они чудовищно всегда выстраивают диалоги все. Почему так? В чем такая проблема? Во-первых, с чего я начала, вот получила сценарий, вижу, да, значит, у меня читка, вот я первый раз прихожу, мне срочно собрали группу, там не все мои люди, там сидят люди, я говорю, поднимите руку, кто здесь с образованием, по профессии, по которой он работает. Руку никто не поднял. Я говорю, я так и поняла. Через 15 минут несколько человек уже ушло и не вернулось, потому что я очень строгая. Сценарии, 98% написаны чудовищным, мертвым языком, с ужасными, убогими ремарками, то есть люди... Можешь привести пример для тех, кто не понимает, вот мертвый язык, что, например, какая-то фраза, а как ее надо переделать? Смотри, вообще все сценарии написаны инверсиями, они путают подлежащиеся с казуемым, и вот этот вот мертвый язык, который якобы, так говорит русский человек, муж-то у нее был, корову она доила. Я всегда актеров переучиваю, почему у нас язык очень меняет психологическое восприятие зрителя и делает ближе зрителя к актеру, когда он говорит нормальным языком, а не инверсиями. Если у нас написана фраза «корову я доила», я говорю, скажи, я доила корову. И актеру его это просто, он же всю жизнь говорил инверсиями, колхозными, вот этим вот вульгарным языком, да, и когда он это, говорит, перестраивает и чуть-чуть добавляет своего, он расцветает, актеры просто начинают кайфовать, у него нашелся ключ, как творить, как реализоваться, понимаешь? Во-первых, это я делаю. Во-вторых, очень много слов, которые мы не используем в жизни, и слова, которые мы используем в жизни, приходится вставлять уже прямо на площадке иногда. Дальше ремарки, безнадежность, именит сзади, значит, в шоке смотрит, почему-то все с восхищательными знаками еще. Вот, я говорю, что это... Кэпслоком. В общем, Горьковский институт никто не заканчивал, сценарист, сценаристов как будто мало кто учился, а те, кто учился, кандовые вот эти вот наши, типа Короткова и прочих, они всегда при делах они не будут писать вот эти вот, знаешь, заводом, эти сценарии. Люди, которым надо там миндад за два года, чтобы сценарий написать. Ну и потом из драматургии, конечно, очень много косяков выявляется. Ты их на площадке шлифуешь. Бывает, что сценарий не готов. То есть я приношу на площадку и говорю, подождите, мы сейчас все поменяем, не нервничайте. Я уже вижу актеров, которые пришли ко мне, знают мой метод работы, они смотрят вот это, и говорят, как это делать? Я говорю, все сейчас делаем. Поэтому отсутствие образования, очень плохое вкуса к слову, незнание слова, не умение с ним работать, отсутствие школы вербатиума, потому что режиссер, сценарист и актер, и вообще каждый человек должен постоянно повышать свою квалификацию методом тренировки. Он должен читать хорошую литературу, он должен записывать на диктофон и переписывать. Я рекомендую сценаристам слушать записи черных ящиков, проговаривать их, записывать на диктофон и снова потом переписывать от руки. Это тренировка живого слова. Заниматься вербатимом, очень много ходить в народ, как ты сделал из группы Short Paris, и постоянно брать интервью, брать интервью людей, слушать, как они говорят, и записывать. Этого, конечно же, никто делать не будет. Как ни один актер практически не возьмет себе коуча, потому что его и так снимут, и так сварятся. И ему, в принципе, он и так всем нравится. И он будет везде клонироваться одинаково, потому что он себя, как актера, не любит, талант свой не взращивает. Поэтому я для этого снимаю документальное кино. Это моя тренировка. Я вообще не хочу иногда снимать, выходить, брать камеру, куда-то переться. Я последний год с бездомными снимала. Я вообще там с ними, понимаешь, плакала в какой-то момент. Но я себя заставляю. Это моя профессия. Я должна повышать свою квалификацию. Алла, Алла, Алла! Где же ты? Где же ты? Алла, где же ты? У вас очень красивое платье. И у вас? Благодарю. Ну что, не думала ли я, что мы в таких костюмах с вами встретимся? Мне кажется, мы прекрасны. Ну, Ксения, вы всегда хорошо выглядите. Вы тоже неплохо. Да, спасибо. Вот обсуждали в одном из выпусков с Мурашкиной костюмы Аллы Михеевой. Вот, смотрите, мы справились с Мурашкиной. А что, у нас не так, что-то... Ну, ей ты потом посмотришь, ей что-то там не нравится. Моих костюм. Но я за счастливую платью. Спасибо. Первый раз на такого рода мероприятия? Нет, я уже была... На костюмировании. На костюмировании первый раз, да. Наверное, вообще первый раз в жизни. Я первый раз тоже. Я в таком шоке. Мне кажется, это такая прикольная концепция, но она очень не частая в Москве. Это же вообще мало кто делал. Ну, обратим внимание, что у нас поет потрясающая оперная певица, и мы погружаемся в атмосферу 17-го века. Еще обратите внимание на корабльной певицы. Я даже не представляю, сколько он весит, но он, представляете, с такой вот веселый. Мне кажется, не тяжелый. Отберем? Нет. А с Лерой близко дружите? Мы с Лерой познакомились на съемках «Обоюдного согласия», где Лера доверила мне одну роль, очень важную, драматическую, сложную роль. Я очень переживала, я пошла к ней пробы, и меня долго не хотели утверждать продюсеры, потому что как Алла Михеева будет играть такую сложную роль, а Лера, она, видимо, такая отважная, наперекор всему идет, и она меня утвердила, и я считаю, что я достаточно нормально справилась с этой ролью, и я не подвела. Слушайте, ну, кстати, классный сериал. Я посмотрела, как мы делаем об этом историю, я посмотрела три серии, мне тайком показали. Там снимается моя сестра. В «Обоюдном согласии» один снимаюсь я, моя сестра, кандидат клинических психологических наук. Я их подружила с Лерой, и так получилось, что Лера мою сестру сняла у себя. У тебя настолько большая реализация, один из больших русских режиссеров. Почему вдруг ты решила к этому присоединить еще ювелирный бизнес? Зачем тебе? Мне было это необходимо. Это родилось в период пандемии, и во время моего еще творческого кризиса, когда я вот все искала, вспоминала, мне было необходимо что-то создавать. Это просто, знаешь... Почему? Это же немножечко... Ты мне когда первый раз позвонила, сказала об этой идее, прислала какие-то очень красивые макеты, но все равно в голове это не складывается. Да, моя задача теперь вызвать, показать свою экспертность и вызвать доверие публике. Я потому что еще и маркетологом стала отчасти, и гемологом, и ювелиром, и там я до сих пор учусь. Я не скажу, что я выучилась, и у меня, типа, есть диплом. Я его еще не получила, но я постоянно учусь, мне очень нравится. То есть ты прямо реально решила запариться и стать гемологом? Да. Я решила... Зачем тебе это, Лера? Ладно открыть бутик, а гемологом зачем? Я потом поняла, что... И мне вообще ювелиры мощные объяснили, что это лишнее и необязательное. Вот. Потому что ювелиры, они вообще не гемологи. Гемологи не ювелиры. А мне мир камня очень интересен. Видишь, я же фотографировала даже под микроскопом его, и мне хотелось... Меня обманули, когда я покупала изумруды первый раз, продали стекло. Вообще, те, кто занимается камнями, в Индии, например, они не говорят об этом, это неприлично, они не хотели бы этого говорить. Но если в кино 20 лет, то здесь я 3 года. И после этого я захотела пойти учиться. Мне захотелось понять, как отличать камни, как их узнавать, что с ними делать. Можем провести такой эксперимент. Можешь, посмотрев на мне, можем там какую-то лупу принести или так далее. Можешь мне сказать без каких-то дополнительных документаций, что за камень, хороший или чистый. Примерная цена камня на бирже. Ну вот какие-то такие вещи. Кстати, ну давай. я вижу, что это точно изумруд, настоящий, у него много включений, трещинок, белое золото, бриллиантовая дорожка. Специалист смотрит в лупу, иногда можно понять происхождение изумруда. Я бы сказала, что это Замбия. Замбия, да? Ну, я бы так сказала, но можно мой специалист, садимолог еще посмотрит. И вот это. Ты так вздыхаешь, как будто это какое-то самое... Отдаю самое дорогое, что есть на проверку. У него зональность, он не весь окрашен, он очень забит, он недорогой. Я за новым занятием это прямо. Будь внимательна, решается твоя судьба просто. Да ё-моё. Ну, видишь, как судьба человека, который продал этот камень. Но я бы сказала, что это настоящий камень, крупнокаратный, либо это зеленый проиб, либо это очень светлый пятого цвета изумруд с неравномерным распределением света. Прекрасно, у вас глаз-алмаз, это изумруд, это тоже каратность примерно правильная. Покажите мне, что у вас есть вот сейчас, на ваш взгляд, самое интересное, чем вы гордитесь? Вот этот камень я нашла у дедушки одного пожилого коллекционера. Посмотри, какой у него это называется, это кабошонного типа огранка, знаешь, кабошонные, они лучше всего раскрывают цвет камня. Я вот тебе... А дальше еще пирамидка. Посмотри, какой разброс цвета от зеленого к красному, да, то есть это у него дисперсия же, да, называется, высокая дисперсия, видишь? Зачем такого перевернула? А это тоже красный опал, я фанат красных опал. Он вот на рубин очень похож. Ну, он не похож на рубин, Ну, ты бы сразу отличила, что это рубин, я могла бы его спутать, например, со шпинелью или с этим... С пессартином. Да, но я фанат красных опалов, потому что они манящие, и у них тайны есть. Посмотри, это сексуально очень, это загадка какой, да, он? Какой твой вообще любимый камень? Я специалист по изумрудам, больше всего их узнаю в лицо, и без... У нас общая страсть. Я тоже специалист по изумруду. Когда я на закупках, я изумруда смотрю без лупы, вот, со мной иногда бывают специалисты, иногда я могу посмотреть по лупу, да, есть одна, но я в основном не как гемолог подхожу, а с коммерческой точки зрения. То есть, когда со мной был суперпрофессиональный гемолог, который обучает вам, он говорит, Лера, вы это не продадите, я говорю, нет, это как раз я продам, а вот ваше вот это не продам, потому что они смотрят там вообще на другое гемологи. Когда ты открыла в себе талант, что ты без лупы можешь изумруд определить? Когда тебе стекло продали? Нет, когда появилась насмотренность, то есть сначала я обучалась много, мы смотрели очень много. Ну сколько это времени, вот чтобы научиться прямо? Ну если у меня такая открылась способность, как ты видишь, и значит, мне, наверное, полугода интенсивного обучения насмотрено, вот этот вот колье, оно... Красота. Да, это вот мы его с Лидой придумали вместе, это очень важное изделие, это вот практически то, к чему я стремлюсь, это смешение, как в нашем шоуруме, и этнических мотивов, и избыточности какой-то, то есть его можно еще доделать, совершенствовать. Кисти, они должны быть чуть побольше, они символизируют богатство, достаток, да, вот это сейчас очень модно, вот эта вся паутинка, здесь и лазурит, и агаты, и изумруды, и шпинели, и шпинели белое золото. Вот это первый, как сказать, пилот, пилотный выпуск, он сделан в серебре, потому что мы сразу не делаем золото, мы его совершенствуем, и это мой вот, то, к чему я хочу идти, то есть это, понимаешь, это что-то между верен богатым, ну, конечно, не сравниваю себя с самым дорогим ювелиром мира, верен богатым, и... Верен богатым, я даже не знаю, кто это, это самое крутое. Это закрытый супербутик на Вандомской площади, в который ты даже никогда в ход не войдешь, в год делается все несколько изделий, всегда на аукционного уровня. Вот, он смешивает восточные мотивы с классической, классикой, такого люкса, и это к чему я иду, вот это вот. Какая из русских звезд ты бы хотела, чтобы носила, не знаю, актриса, или кто-то вот, кто бы вышел в твоем ожерелье, вот, и ты бы сказала, класс, это вот то, что прямо идеальный мэтч. Рената Литвинова или Валентина Матвиенко или Юлия Снегирь. Ну, то есть, хотя бы в какую сторону? Ольга Бузова, ребят, ждем. Ну, слушай, почему ты думаешь, что так у каждого? что продается. Ну, посмотри. Как так? А что это? Нет, подожди, я думаю, что она очень круто продает, но не такие экстравагантные вещи. Мне кажется, что если там, вот, Рената Литвинова бы одела, это хороший имидж было бы, да, украшение, потому что она ассоциируется с чем-то сложным. Я знаю Ренату Литвинова, она бы надела, как говорила, как говорила мне школа злословия, знаешь. Я пересматривала как раз постоянно. Вот они меня так ебали с этим, одела, надела, что теперь с этим всех ебу я. Это и называется, как это называется, дедовщина, правильно? Вселенная наносит ответный удар. Примерно так. В финале рубрика «Ты мне, я тебе». Так как ты задала мне вопрос вначале, что, как мне кажется, ты скрываешь. Давай сделаем следующим образом. Вначале ты, как документалист, скажешь, что, как тебе кажется, скрываю я, и чтобы, например, если бы вдруг я выступила заказчиком, а ты бы согласилась с такого документального фильма, что бы ты хотела во мне вскрыть. А потом скажу я. Я это называю «В чем твоя драма?» Вот. Чтобы узнать, в чем твоя драма, надо начать снимать фильм про тебя, потому что это будет начало исследования. Вот. Я не была бы плохим специалистом, если бы сказала «Я все знаю, я все вижу». Нет, я так не скажу. Это как камень. Любой эксперт скажет, чтобы определить точно камень, гемолог возьмется делать это только с помощью специальной аппаратуры в лаборатории. Ну, Хаша, поверхностный взгляд. Вот в чем условно эта внутренняя драма, мотор этой драмы? Я думаю, ты боишься смерти. Ну, все боятся, конечно, боюсь. И ты боишься. Нет, не все. Ты встречала людей, которые не боятся смерти? Да, конечно. Я вообще в этих кругах вращаюсь. Монахи, священники, верующие люди. Смерть – это приобретение, сказал апостол Павел. Мне кажется, это базовый страх человека. Я бы снимала про это. Про то, что я тебе говорила, что ты мешок без дна. То есть ты какие-то определенные дыры в своей душе забрасываешь. Обычно все говорят «мешок говна», но ты сказала «мешок без дна». Это не заполнена какая-то штука, что ты хочешь очень ешь. Вот ешь это все. Тебе надо этого много. Эти впечатления, они, ну, чем, знаешь, чем, я недавно Льюиса читала, перечитывала письма Баламута Клаева Льюиса, и там очень хорошо исследуются вот эти вот как раз грехи и потребности человека. чем больше ты потребляешь продукции, контента, всем, чем заполнено пространство, тем больше у тебя жажда. И это ложное ощущение кажущейся близко сытости, наполненности, хотя наполнить человека, успокоить его может только Бог. Успокоить его страх смерти, вот, потому что ее, по сути, нет, а когда она есть, тебя уже нет. Ну, спасибо, мне кажется. Ты представляешь, какой личный фильм я вообще бы сняла про тебя. Нет, ну, базовая согласна. Ну, если тебе интересно, я скажу, о чем я думала во время этого интервью. Мне кажется, в тебе есть одна вещь, которую лично я в тебе очень люблю, и при этом мне она кажется очень трогательной, но мне очень жаль, что она у тебя как бы там вот спрятана. Мне кажется, что одна из вещей, которую я точно ощущала сегодня, например, во время нашего разговора, и даже во время прошлой встречи этот процесс начался, что в тебе есть вот эта хулиганская энергия, ее на самом деле очень много, там очень много свободы, очень много провокации, и я не буду, естественно, там удаляться в детали, но даже до того, как включились камеры, мы с тобой были в другом помещении, ты разговаривала с другими людьми, и я вдруг увидела опять ту германику, которую я знаю и люблю там много-много лет, уже лет 15, с провокацией, с наглостью, с тем, что люди не знают, как реагировать, с тем, что я начинаю даже себя чувствовать, при том, что я сама провокатор, но вдруг я понимаю, что рядом со мной кто-то больше, чем я в этом смысле, я это очень люблю, но у меня ощущение, что ты эту хулиганку и эту провокаторшу прямо стискиваешь, ты с ней работаешь, ты ее выпускаешь из себя крайне редко, она живет у тебя в клеточке, и ты то ли боишься, что это перенесется на твоих детей, то ли ты боишься, что эта хулиганка сломает тебе жизнь, то ли ты пережила столько боли и драмы в жизни, что ты поняла, что с этой хулиганкой, провокаторшей, ты дальше окажешься в тупике, и надо становиться другой. Да, точно, абсолютно, конечно, да, и как один, мой мастер, вот мы сегодня вспоминали, Марина Разбежкина, как-то моей маме сказала, что Лера из-за своего характера потеряет очень много связей, согласно пророчеству, в какой-то момент так и случилось, вот, но я вообще против того, чтобы близкие просто констатировали факт, я считаю, что они какую-то хранительную функцию люди должны нести, которые тебя любят, и помогать людям, которые находятся в состоянии транса, вот, а я большинству, конечно, времени в нем, вот, поэтому мне помогает мое окружение тоже иногда приходить в себя, и я считаю, что, конечно, это путь, я могу очень на нем расколдоваться, и очень, конечно, разогуляться по буфету, вот, но я больше ценю возможность, которую мне дают, что вот я могу снимать, работать, коммуникейшн, как бы тоже, понимаешь, надо долго было восстанавливать все, чтобы люди понимали, что есть возможность коммуникации, режиссер-то, она очень хорошая, прекрасная, но что с ней делать, вот, поэтому я в меру стараюсь, видишь, там с тобой поржали, тут так немножко, там это, завтра вот на ДРЭ потусим, понимаешь, как-то вот баланс, как говорит Хакамад, она классно рассказывает про баланс, гармонии нет, а баланс нужен, и если слушать ее, я вот, кстати, Хакамаду слушала, всяких хороших коуч, мотивационных, и она прям классно про баланс говорила, он мне необходим, чтобы как-то держаться. спасибо тебе большое, что я оказалась у тебя на Дне Рождения с твоими друзьями в красивом, потрясающем доме, у меня есть такая огромная внутренняя радость у тебя, потому что я знаю, что для тебя это все, какие-то были важные вещи еще с детства, в этом смысле, ты внутренне считаешь, что ты у тебя получился, потому что ты поставила себе цель, потому что шла, борясь с собой, с этим характером, и тебе просто повезло, и твои мечты неизвались. Нет, я считаю, что я к этому прикладывала усилия, силу воли, и каждый раз приходилось иногда приходилось делать, что я хочу, но на самом деле это правильно, потому что если перевернуть ситуацию, апостол Павел говорит, когда он грешит и получает от этого удовольствие, он говорит, делаю то, что не хочу, на самом деле человек не хочет грешить, но тело не получает удовольствие и потом остаться плохо. Страх потерять все остался, но есть такое, что знаешь, раньше у тебя была другая повестка, где найти денег на кино, обрушки, какие-то все на проблемы, то есть сейчас у тебя все хорошо у тебя. Мне не нравится концепт русского человека страх потерять все, потому что мы прекрасно знаем нашу историю как раз вопрос восстановления такого, знаешь, эмоционального восстановления какого-то родовых порядков меня подвиг к тому, что я очень долго работала, чтобы вот эту именно в центре, именно в таком доме купить квартиру, понимаешь, именно вот это все восстановить, коммунал, где когда-то до революции потом выгнали людей, распулачивали во время, понимаешь, что-то класс. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова